Всем привет! Сегодня немножко о психологии. Расскажу вам о том, почему мне наплевать. Можно так назвать видео? Мне наплевать. Мне наплевать на мнение окружающих, на мнение моих родственников. Это сейчас звучит очень страшно для многих. На мнение, например, хейтеров, если они есть. А вообще, как меня оценят, что обо мне подумают? Мне наплевать. Я сначала думала раньше, что это, наверное, с возрастом приходит. Типа ты стареешь, взрослеешь, опыта набираешься, и тебе становится наплевать на окружающих. Но в своей работе я вижу очень много. У меня есть много аудитория, люди, женщины 50, старше возраста. От 50 до 60 такая. От 60 уже у меня нет. Но именно возраст 50-60, я имею в виду, что это время мудрости, вот этого пофигизма здорового, да, когда ты вырастил, там, условно, своих детей отпустил, вроде начаться, надо начать заняться собой. Уверенность в себе должна уже какая-то быть и так далее, и так далее, и так далее. Но я тоже у таких клиентов вижу, что не всем наплевать, не у всех есть какое-то, знаете, вот это ощущение. Короче, это, во-первых, вопрос самооценки, на самом деле. Есть люди, которые с опытом, с жизнью вырастив, чего-то добившись вот этому возрасту, почему прикрепляешься, то, что какие-то результаты в твоей жизни должны быть, да, материально-финансовые дети, хоть какие-то, да. И есть люди очень успешные, которые другой бы человек посмотрел и сказал, о, блин, да он вообще красотка, молодец, и там, и сям, и работает, там, и, не знаю, семья, дети, короче, умничка, и себя любит, там, и какие-то у неё хобби есть. Короче, вы понимаете, да. А этому человеку, этой женщине, например, если она самой собой недовольна, ей всё ещё не нравится, она в себе не уверена, может быть, ей важно, как она выглядит, что о ней подумают, как её оценят, ну и так далее, так далее. Это, естественно, вопрос к самооценке. Про меня в частности. Я думала, что это вопрос взросления, но оказалось, что нет. Нет, здесь вопрос самоуверенности, своей самооценки, и такие уверенные в себе с хорошей самооценкой есть и гораздо моложе, и младше 50 лет, и в 20 лет есть такие девочки, когда казалось, ну такие юные, там, 19 лет, да, нифига, есть такие уже знающие, назовём так себе цену, вот это знающие себе цену, нормальная самооценка, себе цену, самооценка, даже слова, видите, как играют очень схожи. Как я к этому пришла? Принимать себя, вот это вообще, прими себя, полюби себя, это сейчас так модно, так красиво звучит, но если ты рассматриваешь какие-то, а-ля, там, не знаю, курсы, марафоны в инстаграмах, или ещё что-то, вот эта вся ведическая, всякая тема, ну я имею в виду в общем ведическая, ну, короче, направление вот эти, любовь к себе, к миру, гармония, дзен, дзен, конкретно по факту никто не говорит, что надо делать, что с этим делать. Я вам расскажу, что я делала. Естественно, я к этому пришла не просто так, а перелопатив кучу всякой информации, книжек по психологии, научных всяких статей и всего прочего, вообще, именно темой самооценкой я занялась активно. Есть определённые правила для жизни, некоторые из законов психологии, это не только те правила, которые у Лобковского, он, кстати, оттуда же понадёргал, я вам рассказала, что книжка его, не помню, как называется она, ну, короче говоря, книжка его про то, что делай, короче, что хочешь вообще, будь здоровым, в здоровом плане эгоистом, тогда жизнь становится лучше, легче. Да, оно так и есть. Так вот, изучая всю эту литературу и всё прочее, я пришла к нескольким конкретным правилам в психологии, в жизни, я об этом буду рассказывать на марафоне своём, который у нас 20 июля стартует, так что подключайтесь в инфобоксе, почту, подписывайтесь, короче говоря, пишите мне на почту, хочу в марафон, например, я вам расскажу, как это оплатить можно. То какие-то есть определённые, короче говоря, правила, которые ты конкретно должен исполнять и делать, они со временем входят в твою рутину повседневную, и ты уже не специально заставляешь эти правила соблюдать, ты их соблюдаешь автоматически. А когда ты их автоматически выполняешь, твоя жизнь налаживается просто прекрасно, назовём так, да, ты чувствуешь себя свободным, лёгким, тебе становится наплевать на мнения окружающих, как тебя оценили, что тебе сказали. Я приглашаю на мой новый марафон, который начнётся 20 июля. Это будет 4 прямых эфира, 4 недели подряд мы будем с вами встречаться по средам в 19.00 по московскому времени в закрытом аккаунте в Инстаграм. Спасибо особенно тем, кто проходит все мои марафоны, мне очень приятно, вашего постоянства, жду вас снова. Темы, которые я хочу затронуть в этом марафоне, я хочу больше времени уделить разбору ваших любых ситуаций, не конкретно по тематике. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют, и по сути за стоимость недорогой консультации психолога-часовой вы получаете 4 консультации, 4 прямых эфира и ещё и группы чат-общения с единомышленниками, которые тоже заинтересованы в решении своих проблем. Доступ к этим эфирам у вас всегда остаётся в вашем аккаунте навсегда. Вернуться к просматриванию, обновить информацию, что для себя новое узнать, пересмотрев это всё или когда у вас настанет время. Вы можете просто сейчас это оплатить, а поучаствовать, посмотреть эти видео, воспользоваться информацией гораздо позже. Так как я хочу сфокусироваться на индивидуальных ваших историях, запросах, вопросах ко мне, чтобы мы группой всё это обсуждали, я консультировала вас, но немножко общей информации, какой-то темы, лейтмотивы этого эфира всегда будет. Это обязательно тема личных границ. Я ничего не должен для других. Как начать людям отказывать, при этом не чувствовать вину за собой. Помощь и спасение. А я должен жить для себя в своё удовольствие. И как при этом ещё без ущерба для себя помогать другим людям, но не спасать их. Что такое полюбить себя? Все об этом говорят, но никто не говорит, что конкретно для этого нужно делать. И мы с вами разберём конкретные действия. Ну и последний эфир у нас, конечно же, будет о теме родительско-детских отношений родителей и дети. То есть о ваших взаимоотношениях с вашими родителями или с вашими детьми. Если вы решили всё-таки, заинтересовались поучаствовать в марафоне, хотите отвлечься от того, что вокруг вас происходит, всё очень просто. Стоимость марафона, участие в нём 2000 рублей. Для тех, кто живёт за границей, это 35 евро. Напишите мне на почту, которая указана в инфобоксе под видео. Хочу в марафон. И я вам вышлю в список вариантов оплаты марафона. Хочу напомнить, что стартуем мы 20 июля в 19.00. Это среда. Всех вас жду. Давайте соберём классную большую компанию. Проведём прекрасное время. Заодно разберёмся со своими проблемами и научимся жить подругой. Я сразу скажу, что нельзя, конечно же, до конца отключить эмоцию и вообще не реагировать, быть роботом, зомби или ещё что-то. Но просто другой эмоциональный отклик будет. И больше назовём так пофигизма, наплевательства. Жизнь, короче, назовём так. Я стану жить счастливо, лучше мне наплевать, свободно делать то, что я хочу, ни на кого не оглядываясь и так далее. Свод этих правил очень простых. Их там реально по пальцам перечесть можно. Но некоторые из этого назову. Например, это мои, буду о себе рассказывать, правила, которые у меня есть теперь по жизни. Сейчас я вам их назову. Вы, может быть, кто-то этого придерживается. Напишите в комментариях. Вы согласитесь, что так жить проще. Очень классное правило есть в психологии. Предлагаю помощь только тогда, когда тебя о ней попросят. Когда ты слышишь в речи у человека «помоги мне», «подскажи мне», «не мог ли бы ты мне помочь», «а как вот здесь поступить», например. То есть конкретно в речи у человека должна быть сказана фраза «помоги», «подскажи», то есть запрос это называется. Если человек сидит и рассказывает о своих проблемах, как ему плохо, как ужасно, но не просит о помощи. Я чувствую, что он меня стимулирует, провоцирует, чтобы я помощь свою предложила. Я этого не делаю. Я должна, вот мой чёткий сигнал, я могу помогать. Особенно, знаете, людям-спасателям очень нужно, кто любит всех спасать и помогать. Чётко слышать запрос. Человек говорит «помоги», я тогда имею. Это, знаете, такой красный флажок в голове. Вот теперь я могу быть спасателем. Всё, короче, я супермен, плащ развивается, здесь буква «С», полетел, короче, на спасение. Есть неоправданные ожидания. Мне не сказали спасибо, мне поблагодарили. Я потом себя чувствую ужасно разбит, я ещё могу злиться на этого человека. Короче, там очень много нюансов всплывает. Поэтому мы помогаем только тогда, когда человек об этом конкретно просит. Сами впереди не бежим. Будут очень много последствий неприятных эмоциональных ощущений, с которыми вы, скорее всего, сталкиваетесь. Если вы, например, это история для спасателя. Вот недостаточно оценили меня, поблагодарили, я там злой, грустный и так далее. Не удалось мне самооценку свою поднять. Ещё такой момент, что когда я предлагаю свою помощь, помогаю, спасаю человека, когда он меня уже попросил, я никогда не держу в голове того, что мне за это должны отдать, возместить, поблагодарить, сказать спасибо и так далее. Это не обязанность человека, его право, благодарить тебя или нет. А это некий бонус, некая опция. Если скажет туда окей, это приятно, я, ну, короче, супер, если там не заплатят, отблагодарят или ещё что-то. Но предлагая свою помощь, начиная спасать, я должен держать в голове, что мне могут не сказать спасибо. Человек не должен этого делать, это его выбор будет. То есть это не моя зона ответственности. Я это не контролирую, что с этим сделаю, да? То есть чтобы опять не было неоправданных ожиданий, горечи какой-то от помощи. Вот помогайте только, если внутри чувствуете. Если меня не скажут спасибо, не поблагодарят или не заплатят, не оценят мою работу, меня это не будет ранить. А если я внутри, нет, будет, я хочу, чтобы меня поблагодарили денежкой, например, да, или сказали спасибо, а вдруг этого не будет, когда я не помогаю, я не делаю вот это, я человеку просто отказываю в этой просьбе и всё. И, кстати, не забывайте, у вас есть опция, вы всегда можете сказать нет. Вы от этого хуже, ужаснее, плохим человеком не становитесь. Я просто делаю то, что я хочу. Если я не хочу тебе помогать, я имею, блин, на это право, как и ты, дружок. Имеешь право не благодарить меня, если я тебе помог. Это тоже твой выбор. Вот понимаете, вот это равенство, в чём оно хорошо. Ты не поблагодарил, окей, а я и вправе тебе отказать или не поддерживать им, например, в следующий раз или ещё как-то. Зуб за зуб, как говорится, если такое можно здесь применить, такое высказывание. Следующее вот именно к принять, полюбить себя. Вот я всё слышу, слышу эти красивые слова, я не врубалась, как это работает, что с этим делать. Потому что конкретно не говорят, что делать. Покупайте себе платье, носите юбки, я там не знаю, делайте себе какие-то приятные вещи, косметика, макияж, там не знаю, улучшай себя, улучшайзингом занимайся. Не, оно не работает, если у тебя внутри гнильцо, ты себя ненавидишь, не любишь. Вот этот фасад улучшения себя делать, на самом деле, это закрывать свои желания и потребности, делать всё, что ты хочешь, да, покупай себе что-то, там, траляляйся, ты себя ущемляешь. Но ты себя ущемляешь, это неверно, не работает. Почему? Ты себя ущемляешь, потому что ты себя внутри, назовём так, гнобишь, не любишь, у тебя низкая самооценка, ты сам себя не любишь. И поэтому ты себя ущемляешь, не покупаешь себе одежду, не балуешь себя, не радуешь и так далее. Если даже ты искусственно будешь заставлять себя это делать, польза это не пронесёт. Или это будет какое-то краткосрочное что-то там, но проблемы в корне это не поменяет. Потому что, как у себя платья, ты себя любить автоматически за эту красивую вещь не начнёшь. Ты оденешь даже это красивое, идеальное платье по фигуре, по форме, по цвету, но, блин, ты всегда, если ты себя не любишь, ты всегда найдёшь, до чего докопаться. Почему оно не идеальное, почему оно тебе не подходит, или почему оно будет всё-таки висеть с биркой в шкафу, ты его не оденешь. Потому что ты, ой, да вы мне знаете, можно докопаться, цвет лица, кожа не такой, в этом платье не подходит оно. Ну, короче, вы понимаете, да, то есть если у тебя внутри дыра и проблема, улучшайзинг вот этот, когда говорят, полюбей себя, делай себя хорошо, покупай там, ещё что-то, короче, заглаживает, это не в корне работает. Очень часто у людей, которых низкая самооценка, их учат, вообще нашу самооценку занижают родители, как правило, окружение, нас сравнивают с кем-то, или в нас не верят родители с детства, или нас не поддерживают, или говорят, у тебя ничего не выйдет, не получится, а лучше головой выше своей не прыгай, не вылази и так далее, и так далее. Так вот, у людей с низкой самооценкой очень правило, часто внутри внутренний ценз очень высокий, то есть ругать, гнобить, винить себя, вот это всё, что к себе уничижительное, плохое к себе, внутренний голос, а я такая красивая, ой, да я дура, да тупая, даже вот эти словечки поанализируйте о себе говорите, если вы допустили ошибку, для вас это окей, вы нормально на это отреагируете, или вы скажете, о, Галь, ну ты как всегда тупая, блин, вот, например, вот фраза тупая, блин, например, вопросик, это я себя тупой считаю, или мне это кто-то когда-то говорил, или я это у кого-то научилась себя так называть, очень часто все эти фразочки это наши неправильные, нехорошие, назовём так, посаженные искусственно в голову установки от ближнего окружения, нас научили так о себе думать, нас научили так к себе относиться, так вот, чтобы вот это полюбить, принять себя, перестать себя гнобить, самой, как ты вообще ждёшь любви от окружающих, какого-то мужчину встретить, или там полюбить своего ребёнка, ты не сможешь, пока ты себя сама ненавидишь, и как начать себя любить, для начала перестать себя ругать, запрещать себе говорить внутри себе плохие слова, наказывать себя, вот про питание, кто там диетами, эти истории связаны, да, на этом помешан, назовём так, это тоже некий пунктик, в питании, очень важно, я хочу отметить, что не окей, не нормально наказывать себя голодовкой, наказывать расстройства пищевого поведения уже идут, да, ой, я съел там то-то-то, пойду отработаю на тренажёре, звучит окей, общепринято социально, я как психолог слышу здесь другую фразу, я пошёл себя наказывать за то, что я себе позволил что-то больше, или что-то лучше, за то, что я условно себе где-то, может быть, пожалел, похвалил, позволил, замаслил, сладенько сделал, или ещё что-то, то есть я себе плюсик какой-то неприятно, потому что хорошо было, а сейчас я пойду себя наказывать, съел пряник, пойду хрестать себя кнутом, например, это не так, это неправильно, вы так и будете в этой схеме жить, это как схема, как вас воспитывали, родители вас хвалили и наказывали, это вот так вот проявляется, всё очень просто, подумайте над этим, я не ерунду какую-то говорю, так вот, а как правильно себя, например, в этой ситуации повести и принять себя полюбить, если я, например, сорвался, сорвался, запрещал себя, опять тоже нездоровая история, условно, съел пряник, я себя за него не гноблю, не говорю, ты жирная, толстая, вон висы, что показывают, какая-то в зеркало не ходишь, тогда я пойду на тренажёр заниматься или там завтра в тренажёрку вообще там два часа убьюсь, нет, окей, я съел, но я с собой договариваюсь, всегда договариваюсь с собой, завтра я это делать не буду, ну, для моей фигуры или для моего здоровья это не очень хорошо, у меня, не знаю, прыщица или лит, или лишний вес, или я не влезу в штаны, я так не хочу, мне бы хочется по-другому, тоненькая тростилка, например, поэтому завтра, окей, сегодня я себя за это не ругаю, я сделала, ну, что, слабость, завтра, окей, договариваюсь, с утра я это не делаю, но я иду завтра на спорт не потому, что я себя наказываю, а для достижения результата, что мне хотелось на себя приятно зеркало посмотреть, например, да, ну, какие-то у каждого свои рассмышления, могут быть слова, как он это объясняет, но, например, я люблю ходить на спорт, потому что я после спорта себя чувствую энергично, у меня прям прёт сила, энергии, эмоции и так далее, то есть для вот этого, не для наказания я иду туда, а для наслаждения, опять же, вот оно, любить себя, я иду на спорт не наказывая, наслаждаясь, для себя, то есть я, как это называется очень часто у людей, эгоист, это такое плохое страшное слово, эгоист, ты думаешь только о себе, кто вам это говорил, сразу вспоминайте, ваши родители, которым нужен погладистый и удобный ребёнок, который для них всё делает, поэтому в вашей семье слово эгоист может быть дабуированным, нести нехороший эффект такой сквозной, то есть эгоист сразу плохо, а эгоист кто? Тот, кто для себя это делает, а что здесь плохого? То, что эгоизм, по сути, это, знаете, некая противоречия, эгоизм, значит, ты, по сути, не должен себя любить, ты должен делать для других, не для себя, и убиваться, всю жизнь, быть несчастливым, и себя не любить потом, да, или чувствовать себя, мне недостаточно, я всё людям отдаю, а мне ничего не возвращается, а ты должен сначала для себя, любить себя, поэтому в падающем самолёте оденьте сначала маску на себя, спасите себя, а потом на ребёнка, или там на пассажира соседей, там, с вашей членом семьи, и так далее, о них позаботьтесь, так вот, надевайте маску сначала на себя, и когда вы счастливый, довольный, эгоист, люди вокруг тоже будут подстраиваться под вас, а этому предшествуют вот эти правила про помощь, ответ на неё, отказ и так далее, то есть это комплекс, это я вам только верхушку приподняла, то, что в моей голове каждый день происходит, с чем я свыклась, как я вот так сейчас живу, и поэтому мне наплевать, кто что обо мне думает, скажет, посмотрит, как-то меня оценит, вообще, и знаете, как это классно жить? Свобода, и это определённое чувство, знаете, такое ощущение, что у тебя какая-то поверхность есть, да, или негатив, что-то ещё, боль, или там пытаются тебя задеть, или ещё, ну, что-то, короче, кого выбит из строя, например, и человек подумает про свою самооценку или про какие-то чувства, то он человек, от меня вот это вот ощущение, что от меня, знаете, как попрыгунчик, отскакивает, не зацепляется, нет реакции, и это очень классное чувство, это лёгкость, и я могу переключать свои ресурсы, думать, мечтать, там, что-то делать, без оглядки вот на всё окружающее, это сил больше даёт для каких-то достижений, начинаний и так далее, так далее, так далее. В общем, я надеюсь, полезная информация для вас была, кто-то послушал, может, что-то к сведению для себя в жизни примите, так что быть здоровым в рамках не эгоцентричным, а эгоистом, это разные вещи, это даже полезно, надо в первую очередь всегда думать о себе, а потом уже о остальных, и тогда у вас будет вот эта внутренняя гармония, потому что кроме себя вас никто любить не начнёт. Люди подтянутся, видя, что вы себя любите, они вам будут отдавать любовь, а уже потом пойдёт вот этот взаимный процесс взаимообмена, но просто так, когда вы себя ненавидите, у вас и все остальные не будут любить, уважать, навидеть, скажем так, вам, вы себя не оцениваете хорошо, у вас низкая самодольная, так и у вас и будут гнобить, сравнивать и так далее, потому что люди видят, как вы, они не знают, просто другой формы к вам отношения. Если вы сами себя не любите, чем вам начинать вас любить, с чего это вас доставать, спасать, отряхивать, это уже нездоровая история, это уже история про низкую самооценку страдания и про спасателя. Поэтому такие люди очень тяжело, отношения, проблемы в отношениях, трудно сходиться или найти своего партнёра, потому что вы ждёте, такой человек ждёт спасателя, кто тебя отряхнёт, возьмёт, волудушевит, спасёт. Кому это надо? Кроме тебя, это никому, блин, здоровая история не надо. Ты должен находить себе равного партнёра со здоровой психикой, с нормальной самооценкой, с ним кайфово вместе жить, пазликом складываться и наслаждаться жизнью. А пока вы страдаете и занимаетесь спасениями, это не про наслаждение здесь и сейчас, не про свою жизнь. Вы занимаетесь процессами. Да, вы как-то там живёте, но это не про счастье история, вот я к чему. Так что жду вас всех на моём марафоне. В инстаграме 20 июля, 19 июля, наш первый эфир. Если вы хотите поучаствовать, то, пожалуйста, на почту в инфобоксе под видео напишите. Хочу в марафон, и я вам вышлю схему, как можно оплатить. Спасибо всем за внимание, жду ваши комментарии. Что вы думаете по этому поводу, вообще теме вот этого видео? Живёте вы так или нет, или хотите начать жить так? Спасибо всем, пока.